Техническое перевооружение. Вы в этом году вложились в покупку техники. Эта техника связана с зерновой группой или с овощной? Вот покупка техники. И что за технику вы приобретали и почему? Вообще связано это с моей жизнью и к моему подходу к сельскому хозяйству. Еще в советское время я работал, ну вы знаете, районное объединение, районная сельхозтехника. И я, слава богу, довелось работать инженер-технолог. Я по образованию инженер-техник-механик. И я обслуживал энергонасыщенные трактора, это Т-150 и кировцы по тем временам. В моем подчинении было 80 кировцев и около 70 Т-150. Я своими руками могу перебрать любой кировский двигатель и перебирал. Когда нужно директору было, я брал своего водителя, который до сих пор меня увозит, 35 лет. И мы с ним перебирали, потому что видели, что такое отношение к хлебу. За сутки надо сделать двигатель Т-150 или кировцы. И мы это делали, аж руки опухали. И слышали, что где-то есть такое чудо, такая техника и все остальное. И как инженер, как человек, я просто мечтал. Я всегда, знаете, говорю одну вещь. Вот когда приезжают мне здесь, говорят, французы приехали, и они вылезли с автобуса. Можно наградить меня, знаете, любыми медалями, грамотами. Но это не лукавство, не такое громкое. Но не приносит мне это удовольствия, абсолютно никакой радости. Вы знаете, как раньше там наградили, он там плачет, грамота там. Абсолютно ноль. Ноль. Даже грамоты некоторые не езжу, не получаю. Самая лучшая награда, это моя мечта, это свобода. Вот как казака, да, казаки любили свободу. Это свобода и то, что я мечтал. Сделать то хозяйство, которое будет лучше, чем в Европе. Или хотя бы на уровне в Европе. Ну, как бы мы ее там не любили или любили. Ну, по крайней мере, мне поражает, когда мы находимся здесь. Все говорят, вот я был там в Испании, во Франции. Как там? Я вот своих строю, политинформацию такую коммунистическую провожу. Они вот там то-сё. Я говорю, знаете что? Да спасибо Путину, что он открыл вот эту колючую проволоку. И мы увидели болгарки, джандиры, классы, всю тех, евроремонт вот сидим. Да, и все остальное. А то до сих пор, правильно он как-то сказал в одном выступлении, делали только калоши и отправляли в Африку. И то никому не нужно. Оно у меня, кстати, и в берегу есть эта запись. Я вообще люблю Путина. Я его понимаю, насколько ему трудно. Я даже знаю, мы с ним весы, у него там седьмого, у меня одиннадцатого день рождения. И я даже вот настолько мы с ним вот похожи, что я понимаю, сколько он хочет сделать, вытянуть страну на тот уровень отсталости, который 70 лет. Мы же ездим за границу, увидим, насколько мы отстали и все остальное. Так вот, моя мечта была сделать... Я одну вещь понял. Можно болтать постоянно. Судить нашу власть постоянно. Мотить всех сподряд и все остальное. А потом им не дошло. Так мы сами виноваты. Кто замусорил нашу страну? Мы. Почему мы плетемся сзади? Мы виноваты. Потому что мы ждем, когда нам дядя скажет сей. Когда нам папа скажет, компартия скажет. Ну, раньше ж наказывали за то, что я начал сеять рано. Меня лишним наказывали. Да. И все остальное. Это что за дурость? Я что, не вижу, когда надо сеять? Я что не ссую? Да я чувствую, с машины я вырос на земле. Я с машины запах услышал. Я говорю, начинаем сеять. Не надо же палец всовывать в землю. И все остальное. Вот о чем речь. А мы слушали. И вот я начал просто рисковать. Просил эту землю. Не давали. Ну, кто я? Я же сын крестьянина. Там все остальное. И только в 2003 году, спасибо Бударину Николаю Дмитриевичу, он говорит. Ну, давай. Юзик, как он меня назвает. Дам тебе, говорит, 69 гектар. Я же рад. И выкинули меня вот сюда. Где здесь не было ни забора, ничего. Это просто поле. И заброшенный тут был лагерь. Студенческий лагерь. А бараки разваленные все. Вот. Поэтому я, когда сюда приехал, бурьян такой, не поверите, вот бухгалтера еще со мной работает. Она пошла в туалет, там, в угол, в угол. Еще змеи ползали. А, бегит, орет. Меня что-то змея не укусила. Но я этого не боялся. И, знаете, вкус вот этой свободы, что я сам. И за мной пошли вот такие, как Бельский тракторист, Иваново, они до сих пор работают, песня, Афанасов. И вот Воронова потом подсоединился, агрономы. Увидели, что мы хотим работать. И им интересно стало. И я помню, у Воронова слова агронома. Он говорит, да мы вырастим все. Ты финансируй, рискуй, там, бери кредиты и все остальное. Ну и продавать ты будешь. Вот как я попал в эту петлю. А я говорю, а почему? Он говорит, да потому что мы в Донском выращивали столько капусты, помидоров. И потом, говорит, я вот так глаза закрываю, А ее тут же запахивали. Я даю наряд и тут же все запахивали. Говорит, чтобы такого не было. И поэтому мы развалились хозяйство и все остальное. И когда я начал торговать картофелем, Он говорит, и потом уже, не знаю, год, два, три он приходит, Говорит, Николай, мы все вырастим, только занимайся реализацией. Занимайся реализацией. И вот получилось так, что кадры готовлю я сам. На сегодняшний день, ну нет кадров. Никто не готовит. И я понимаю, обидно то, что вот плачут. Николая Васильевича я видел, не раз слышал, говорят, Никто не хочет работать. Какое же вранье. Нет тракториста, ну что ж ты врешь. А ты копейку хоть вложил. Так вот, когда мне, как бы, это не в вашу сторону, Когда мне говорят, мы за вас напишем, здесь стоит 60 тысяч. Я говорю, стоп, вы хорошую идею мне подсказали. Я три тракториста теперь обучу, А стоит одно обучение 20 тысяч. И я эти деньги сразу отправляю наличие, беру с деревень, Ну это уже опыт есть, видно парень такой вот это. И я подбираю, сажу в один трактор и приказываю старику, говорю, Вот три дня ты его даешь, рассказываешь, показываешь, все лучше. И потом мне скажешь, этого туда, этого сюда. И так дней 10. Да, бывает такое, что мне подходит там Миша, говорит, никакое. Я говорю, ну извини, до свидания. Он говорит, во, пацан, за день научился уже ездить, я сидел там вообще. Я говорю, все, идем права делаем. И вот это я, может, нарушаю, но права делаем. Платим, оплачиваем, он получает права. И у меня пол коллектива уже обучены, и это наши асы, мною подготовлены. Почему так сделано? В советское время, вот, агроном там никто, он не отвечал за кадры. Вот какой попался, такой попался. Я хочу, чтобы агроном, любой агроном, и я убрал вот это тоже советское. У меня есть агроном, который занимается луком. Есть агроном, который занимается только картошкой. Есть агроном, да, зерно. И я с него спрошу, что тебе нужно, я тебе все дам. Деньги, удобрения, все дам. Кадры я тебе дам, все дам. Чтобы агроном мог воплотить ту же мечту, что и я, сделать и вырастить классный картофель. И вы видите, когда я все даю, кадры, там удобрения, все. И какой он счастливый, он говорит, я вырастил вот этот картофель, я вырастил вот этот лук или там зерно. Да у них там аж голова подрывается. Вот, человек может, но если его начинать дернуть с лука на то, на то, на то, он не понимает, а за что же он отвечает? А вообще кто-то что вырастет или не вырастет? И у меня тут опаска есть, что, а вообще-то что у меня вырастет или нет? Они все за все отвечают, но никто ничего за все не отвечает. Поэтому я разделил поструктурно. И сейчас я знаю, агроном Энтемола занимается только химией. Все подразделения опрыскивателей, вот там 12 штук, они все подчиняются ему. Я с него спрошу, все два химорастворных узла ему подчиняются. И я с них спрошу, поэтому мне сейчас нет надобности запоминать химию. Забивать себе флешку, да, там, названиями этой химии, они каждый год меняются. Для этого есть агроном, он знает технологии и все остальное. А вот главный агроном, и как мы его называем, ответственный специалист, Воронов, у него первый раз в жизни, это его слова. Он говорит, ты знаешь, вот когда ему был юбилей, и он, тост там поднимали, он сказал, говорит, огромное тебе спасибо, что ты мне за всю жизнь дал воплотить свою мечту и дал мне время заниматься работой, наукой и каждой культурой. Я езжу, я вижу, я контролирую, я подсказываю, я нужен здесь. А не то, что я один все делаю, не успеваю, меня наказывают, тут же мне сработает, допустим, выгнали и все остальное. И выгоняли ни за что. Ни за что. Вот о чем. И вот как раз, да, и как раз, о чем я и хотел сказать, что и меня это натолкнула идея, конечно, была такая вещь в голове, думаю, ну как же, я же тоже патриот, донской казак, надо же на своих тракторах. Ну я их уже, вот честно слово, к 2003 году настолько ненавидел нашу технику, я так могу сказать, настолько вот ненавидел, вот это дерьмо, кучка мешок с запчастями, что уже просто это издевательство над людьми, сидеть в этом железе, ни кондиционера, ничего нет, он сидит, а еще эти, начались жара до 50 градусов, я залез, вот, допустим, в трактор Т-150, а там 80 градусов. Начались инфаркты, начались там инсульты, у меня человек прямо умер на работе, с трактора вытянули, ну какой жаре там, все остальное. И я первый рискнул, это, знаете, вот не в обиду вот этим злопыхателям, которые, мы же тоже вон сиде, да, с него, но, когда я увидел Дуэч Фар, я подъехал, думаю, честно говоря, вот знаете, как декаря, то гляну, думаю, не может быть, что, это трактор в поле должен работать? Мы же привыкли, все у мазухи, все, все не выйти у мазухи, все это трактора, а мы глянули на Дуэч Фар с Иваном, он тогда инженер, я говорю, да ты что, он весь горит, блестит, залез, там кондиционер, все, красота, и уехали, страх преодолел, я говорю, не, я такое не возьму, это ты что, он где-то зацепит, где-то порвет, что-то там все, а все равно вот не хочу возвращаться, все, поехал опять, поехал опять, я говорю, а ну-ка давай проедем, а ну давай то, и молодец, мужик один, говорит, да вы что, обалдели, я говорю, вся Европа работает, весь мир работает, вы что? Я говорю, покупаю, и это был перелом полнейший, мы, Дуэч Фарм у нас туда, Дуэч Фарм туда, но началось сразу переоружение, Дуэч Фарм, значит, надо агриколусеевку, чтобы точечный высел был, покупаю две, беру кредиты, беру, покупаю, Гаспард, культиватор Вилл Рич, культиватор Компакт, там, Куновские пошла техника вся, и пошел покупать Джандиры, были комбайны Дон 1500, неплохой комбайн, это даже не Акрос, неплохой комбайн, если как инженер, там все остальное, но когда я класс купил, это что-то, и я начал их покупать просто по два в год, думаю, вот все деньги тратил, можно сказать, без штанов, там, кредиты, но рисковал и брал, потому что для меня уборка, вот, я к этому хотел и подойти, отношение к хлебу стало хамское, я не побоюсь этого слова, можно по озимке проехать, за зайцем гнаться, раньше бы расстреляли, вот это было хорошо при советской власти, или так далее, а сейчас захотели, по озимке проехал, захотел, поджег, захотел, там, зажег, вы что, вы что творите, или как сейчас убирают, там, Голубев обиделся, там, или кто-то, дошло до него, я говорю, 11, 14 августа уже отчитывается, что уборка закончилась, да она только началась, как она закончилась, я ничего не пойму, кто празднует, она только началась, я же Василенко высказал всем, говорю, она только началась, Северную область я вообще еще не убирал и все остальное, как вы могли отчитаться и все остальное, и поехал я на Северную область, в Боковскую, в Боковскую, ячмень, тысячи гитар лежит, нету ни комбайнов, ничего, никто не организует, никому не надо, хотя бы сказал, Николай Николаевич, у тебя комбайны есть, давай поможем, за какие-то деньги, и мы по отношению к Леву стало хамским, и я начал покупать комбайны, комбайны такие все, и когда приезжали Росельмаши, у меня уже 10 комбайнов было, они говорят, Николай Николаевич, ну купи у нас, и вот они сами это сказали, не я, они говорят, вы год работаете на них, вот будет все ломаться, а мы вам по гарантии все поменяем, а потом все будет нормально работать, я говорю, ты слышишь сам себя, ты слышишь сам себя, ты что говоришь мне, инженеру говоришь, ну и зоотехнику, ладно, ты там лапшу навешаешь, ты мне, что ты говоришь, тогда говорю, давай так, смеемся, мы стоим теперь, я говорю, вот 10 комбайнов стоит, 10, среди них есть, которому 10 лет, это в том году было, вот находишь, беру два аккорса, покупаю, он ходил, 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 не нашел, я говорю, до свидания, да он выглядит точно так же, обдули и поставили, 10 лет ничего не делают, вот косит и все, 10 лет ничего не делают, это разве не техника, да какая мне разница, это немцы, там, Франция, все, ну это действительно, это что-то чудо, а комбайнер сидит в шортах, в белой маечке, магнитофон, все остальное, и вот пошел тогда отсюда анекдот, когда я начал переоружаться полностью, я пошел, у меня сейчас, честно говоря, уже счет взбился, сколько джандировал, ну, две восьмерки, это точно, семерок у меня, штук пять, классов трактора, классы начали пробовать трактора, тоже отличный трактор, две восьмерки у нас, ну, короче, уже вся импортная техника в основном, у нас МТЗ только остались на, ну, телеи тягают, все импортно, и пошло, начало подниматься урожайность, сокращаются сроки уборки, сокращаются сроки уборки, мобильность, быстрая, мы заходим, обработка земли совсем другая, сев совсем другой, у нас канадские джандировские сейлки, и канадская сейлка, которая громадно сеет, ну, это просто прелесть, мы сами, как обезьяны, выходим и смотрим, и радуемся, как строчка в строчку, и поразительно, зернышко, вот это милюзенькое, лежит ровно через 4 сантиметра, это ж, ну, как так можно, это ж надо, наука вот так дошла, насколько мы отстали, и вот плакать хочется иногда, когда говорят все остальное, и я понимаю, когда к нам приезжают, говорят, да, вот это да, но к нам пошли кадры, к нам стали оставаться кадры, им нравится, молодежь, это вообще балдеет, там же в любом тракторе этот жестик, они как на компьютере, я на компьютере до сих пор еще так туго, а он садится, тык-тык-тык-тык, я бах, вчера вот залез в новый джандир, самолет, я говорю, ланг-крузер отдыхает, да, я вам говорю, по комфортабельности, все, я залез, просто обалдел, завели, все, руль крутится легче, чем у ланг-крузера, и он сидит, балдеет, все, и вот у нас же планерка была, вот когда, два года назад, там, или это, мало то, что мы забыли, у нас только сейчас на уборке сидит звеневой, главный инженер, и дремит, наблюдает, что там пожара не было, ничего, но никаких запчастей никто не возит, никакого ремонта во время уборки не было, никогда, мы готовы, все, полностью откосились, убрали, обдули и поставили, вот в чем разница, или я мешками возил запчастей, пока это то, время уходит, время уборки уходит, зерно начинает сыпаться, убирали, что там скрывать, по полтора месяца, до 10, мы здесь, в регионе, до 10 августа убирали, ну что это, не так, так. А поделитесь, вот через какую фирму вы приобретаете технику? Фирма, мы с ними очень довольны работаем, это АСТ, это Джандиры техника, и комбайн у нас есть, Джандиры, и фирма Бауэр, это все классы оттуда идут, и трактора, и это, и вот Куновская техника, это Альтеир, прекрасно тоже, ну, кстати, там все мои работают, я же закончил Азово-Черноморский институт, и там все как раз зерно-орадские. Да. Николай Николаевич, вот год назад, если я не ошибаюсь, вы говорили, что как-то с кредитами вы будете стараться меньше уже брать, а постараетесь отработать то, что было, и уменьшить кредитную нагрузку. Правильно, в том году вот как раз у нас... А на самом деле вложились опять? Нет. Нет? Нет. Вот у нас сейчас настолько раскручена база, что мне ничего не нужно, ни кадров, ни техники, ничего не нужно, чтобы сделать тот объем, который в бизнес-плане. В том году мы кредитный портфель уменьшили на 100 миллионов кредитов, уменьшили, благодаря вот этой прибыли и все остальное и так далее. Но тут же оно же как же, подводные камни. Если у меня было 3000 гектар земли, то наше любимое государство, область, я не знаю, там, они пускай разбираются, то у меня было 3000 гектар земли, и человек 100 там было рабочих. Я получал поддержку, всех поддержив, 27-30 миллионов. А в том году я получил всего 6. И вот за это только обидно, потому что, если идти в ногу с нашим государством, меня бы уже давно не было. Ничего нельзя, везде бюрократия до сих пор осталась, та же советская, везде вот это все. Вот простой пример, да, дают на дождевальные установки субсидии, да. Вот мне всегда поражает, не знаю, Казанова, как-то говорил, он говорит, покажите, где эти люди сидят, покажите, кто это придумывает. Вот мне, я иногда смеюсь, Казанова вспоминаю, мне смешно становится. Надо сфотографировать дождевальную установку, поставить печать на фотографию, расписаться, это слайд. Я при всех, на Василенко, в областном, там и Головью был, я встал и сказал, говорю, вот кто это придумал? А вы знаете, что в Олеге они все одинаковые? Ну, если вы такие законники, я поеду в соседа сфотографирую в Олеге, поставлю печать и пришлю вам. Это что за дурость, кто это ее придумал? Тогда сидит одна и говорит, Николай Игоревич, вы сфотографируйте и привяжите поливалку к какому-нибудь объекту. И у меня получилось кино. Я ставлю поливалку, но не поехал. Я агроному говорю, поедите, сфотографируйте и привяжите к какому-нибудь объекту. Ну, я везде должен это что-то проверять. Нет. Рядом вот такой кусок лесополосы, поросли. И они привязали к порослям. Мы заходим это поле пахать, поросли убрали, все остальное. Проезжает комиссия перед субсидией, говорит, покажите, где вот эти поливалки. Я говорю, вот она. Да нет, тут на фотографии вот кусок лесополосы. А я говорю, здрасте. Так ее убрали, она, это я землю купил, бардак здесь был. Говорит, это убрали. Я говорю, поросли, нет, мы субсидию не можем дать. Вот так. Ну как это можно назвать? Я топотал ногами, головой об поливалку, ну и что толку? Сам уже напросился, сказал, что надо пляжку делать. Вот вы ехали в этом году, обрадовали меня. Репко проезжает, замминистра, все говорит, Николай Николаевич, на следующий год. По выкорчевке субсидии, обалденно. Ну, Николай Николаевич, как всегда, придурок. Беру, покупаю 320 гектар садов. Вот не вру, даже плюс эти 65-380 гектар. Раскорчевал мой коллектив вдоль и поперек. Мало то, что посеяли кукурузу. И вот вы ехали, видали, кучки деревьев и подсолнух посеяли. И кино, подготовили документы, все. Отсылаем, они говорят, да не, вы не поняли правильно. Я говорю, как не понял опять? Надо же раскорчевать и обратно сад посадить. А я говорю, подождите, вы что, обалдели что ли? Это какой дурак так придумал? Даже если я раскорчую 380 гектар, то нужно, потому что после старого сада остались болезни, дровосейк там вся эта ерунда, все это. Первое, я должен подсолнух там посеять, потом пшеницу, потом опять кукурузу, потом опять. И только на пятый год, если вы знаете, почитаете хоть книги, даже советские. На пятый год я имею право на этой земле посадить сад. И вернуть туда деревья. А, ну вы правильно говорите. А я говорю, а где моя субсидия? А нет, субсидии не положено. И Коля дурак 380 гектаров раскорчевал, и опять ноль помощи. Я говорю, а вы представляете, 300-го звонит начальник сельхозуправления, Хохлачев говорит. Николай Галыч, вы молодцы, вы больше всех области раскорчевали. 300-го, я говорю, так, все, не нервируйте мне. Я говорю, ноль. И вот так я пользуюсь вот этими поддержками. Но кредитная нагрузка не увеличилась. Кредитная нагрузка? В связи с покупкой техники. Нет, и вот как раз по технике. Дело в том, что я всегда ждал и меня обижало, потому что вот кировцы не знали, кому навесить на шею. Там и солярку мы тебе дадим, и колесо от кировцев в запас дадим. Я сидел на конференции, тоже высказал, не понравилось там, когда... А, у вас же когда-то в кафе, что я сказал. Я говорю, а зачем вы позорите этот трактор? Зачем вообще позорите? Если комбайн хороший, не надо солярке давать 15 тонн в придачу от губернатора. Вы сразу опозволили этот комбайн. Человек задумается, а почему солярку дают бесплатно к этому комбайну? Немцы ничего не дают классу. Они говорят, на и работай, все, до свидания. Он прекрасный комбайн, мне понравилось. Точно так же и здесь. Я говорю, зачем вот это выдумать, всю эту ерунду? Вот поэтому я начал переоружаться и полностью эту технику закупил, и это мне дало плоды полностью на сегодняшний день. Ясно, хорошо. Ну все, тогда к зерновому блоку переходим. А, по кредиту, фу, я же не договорил. А в этом я ждал, но Джандир, это считали фирмой, ну как, иностранной. Класс тоже иностранный. Не было ни лизинга, ни программы 3D. Ну это весь мир. Вот я у коллеги был в Голландии, там, в Финляндии был, у этого Якова. Они все берут кредиты. Все. Они все берут лизинг. Нормальный лизинг. И все пользуются этими программами. Почему мы не должны пользоваться? И вот в этом году, первый год, в лизинг дали классы. Да просто момент. Мало того, что за то, что я работаю с фирмой Бауэр, комбайн стоит 20 миллионов, а они мне продают его по 18, ранее купленные, современные. И плюс в лизинг. Ну почему? И мало того, что они еще предупреждают. Николай говорит, смотри, это вот с коронавирусом, может, в лизинг, это один год, а потом и не будет. И я беру два комбайна, потому что мне все-таки их надо брать. Ну и хорошая новость. Программа 3D заработала в АСТ. По тракторам. Я беру этот трактор, который завтра бы мне уже начал, ну, наносить, как бы, ремонт уже нужен капитальный, а это миллиона два, надо два с половиной машины. Я его не ремонтирую. Как инженер, я понимаю, 20 тысяч моточасов, это, слава Богу. Да, да. И я его вчера, он своим ходом заехал, новый съехал, а старый заехал. Прекрасно. Они меня оценили, трактор, за 5 миллионов старый. Представляете? И этими 5 миллионами делаю вообще ни рубля, ничего, не плачу, 5 миллионов вносят первоначальный взнос за этот трактор. Разделили, все, никакой нагрузки кредитной, ничего абсолютно. Замечательно, замечательно, хорошо, да. Вот это помощь, вот это помощь.